То, что произошло, это ни в коем случае не помогает ни Украине, никому в этом мире, к сожалению, это не помогает, кроме самой власти России. И вот тут мы, видите, возвращаемся к вопросу, кому это выгодно. Вот почему я говорю, что под коверно, кто в этом был задействован во всей этой истории, мы, конечно, не знаем. Для кого оно, кроме российской власти, врагов мусульман, врагов ислама, кроме как для них, для кого это еще выгодно? Кому навредили те, кто организовали это нападение в пропусе? Тумсо, только недавно ты говорил про объективность, а сейчас озвучиваешь только версию с причастностью России, как будто у Украины мотивации не было. Вот, кстати говоря, хорошо, что ты напомнил про вот эту версию, изначально озвученную российскими заведопатриотами, про причастность Украины. Ну, смотрите, если быть объективным, из того, что произошло, что нам может дать повод, хотя бы зацепку, чтобы как-то приписать это к Украине? Из всего этого что-то ведь должно нас? То есть, либо то, что они говорили, либо, да что угодно, я не знаю, оружие может быть, там на них форма была украинская, или, ну что, как их связать с Украиной? Ну, никак, ребят, это вообще невозможное явление, по крайней мере, из того, что сейчас мы имеем. Во-первых, Украина официально от этого отреклась. Другое дело, смотрите, Путин, по-моему, в своем обращении вчера заявил, что у них были контакты на стороне Украины, и что якобы для них было организовано окно украинской стороной, чтобы они там могли проскочить. Я не исключаю, что у них могли быть контакты на стороне Украины, это возможно, но это не говорит о том, что за этим преступлением там стоит украинская сторона, потому что эти люди могли иметь контакты с украинской стороной, но при этом украинская там сторона не могла быть, могла быть вообще не задействована в самой организации, то есть в планировании этого преступления. То, что это преступление планировалось, в этом ведь нет сомнений, они ведь не просто там спонтанно приехали, в первые встречи торгового центра зашли, сейчас уже опубликованы фотографии, сделанные одним из них там, точнее какой-то фотограф его там фоткал до, за день до нападения, то есть они приходили, они разведывали, они это планировали. Но предположить, что украина, украинская сторона могла бы участвовать в планировании такого мероприятия, мне, честно говоря, не представляется возможным, не представляется реальным, точнее так сказать. Украина все-таки находится в состоянии войны с Россией, Украина пытается наносить удары по российской военной инфраструктуре, Украину интересует именно уничтожение военной мощи России, то есть всего того, что может как-то помогать России вести военные действия. Это не обязательно должна быть именно военная цель, это может быть там те же НПЗ, допустим, которые обеспечивают топливом российскую военную машину и так далее. Но, чтобы в Украине на каком-нибудь высоком уровне чиновники сели и на полном серьезе планировали нападение на мирных обычных людей в торговом центре Крокус-Сити, понимая, что это наоборот приведет не к пользе для украинской стороны, а наоборот навредить, то есть даже если отключить вообще все моральные какие-нибудь этические принципы, а поговорить об этом с точки зрения пользы и вреда, выгоды для украинской стороны, ну в чем здесь выгода? Если обнаружится, докажет, смогут доказать, например, или просто про пропаганда без доказательств обвинит в этом украинскую сторону, это наоборот сплотит Россию против Украины, это наоборот покажет Украину абсолютным злом для россиян, то есть это ни в каком плане это не выгодно. Если целью ставить попытка, например, смотрите, когда был Норд-Ост или Беслан, там была у тех, кто это организовывал, была такая надежда, что это поможет какую-то часть российского общества поднять против власти, там родственники, допустим, тех, кто захвачены, они там поднимут какой-то шум, митинги и так далее, то есть они своим давлением заставят российскую власть прекратить войну в Чечне, то есть была такая надежда, иллюзия, то здесь у тех, кто гипотетически мог бы планировать в Украине подобное нападение, у них даже нет такой надежды, быть не может, потому что целенаправленное убийство ни в чем не повинных людей никак не может заставить людей принудить нам власть прекратить войну в Украине. Наоборот, целенаправленное убийство людей, оно сплотит народ вокруг этой власти. Поэтому я считаю, что разговоры даже о причастности Украины к этому террористическому акту, это попытка просто российской стороны сейчас побольше людей настроить против Украины, то есть таким образом консолидировать вокруг себя население. И, кстати говоря, нельзя здесь не упомянуть, что подобное явление консолидирует людей. То есть даже вне зависимости от того, кто это сделал, ИГИЛ, там не ИГИЛ, то есть даже если это сделала не Украина, учитывая точнее, что это сделала не Украина, а сделали ИГИЛ, то здесь работает принцип, не важно против кого будет консолидироваться народ, важно, что это их консолидирует с властью. Здесь сейчас у людей возникает такое мнение, так, не важно сейчас, кто прав, кто виноват, Украина, там не Украина, важно, что нас убивают в торговых центрах, значит мы сейчас должны оставить все, что между нами, и теперь мы должны консолидироваться против общего врага. И не важно, что это Украина сделала, не сделала, или кто-то другой, но важно, что сейчас Украина наш враг, и мы должны против него консолидироваться. То есть, то, что произошло, это ни в коем случае не помогает ни Украине, никому в этом мире, к сожалению, это не помогает, кроме самой власти России. И вот тут мы, видите, возвращаемся к вопросу, кому это выгодно. Вот почему я говорю, что подковерно, кто в этом был задействован во всей этой истории, кто является там, кто стоит на одной стороне вместе с ИГИЛом, мы, конечно, не знаем. И вообще действия ИГИЛовцев всегда выгодны только врагам мусульман. Всегда. Все, что они делали. Все, что ИГИЛовцы творили в этих европейских странах, в итоге оборачивалось против обычных мусульман, проживающих в этих странах. Все, что они делали от имени Ислама, оборачивалось против обычных мусульман во всем этом мире. И вот эта акция в Крокус-Сити, она тоже обернулась против мусульман, проживающих на территории России. И посмотрите, что сегодня происходит с таджиками. Сейчас у нас такая волна хейта. У них по группам везде рассылаются, чтобы они не выходили из дома лишний раз, потому что просто невероятная ненависть в отношении них. Для кого оно, кроме российской власти, врагов мусульман, врагов Ислама, кроме как для них, для кого это еще выгодно? Кому навредили те, кто организовали это нападение в Крокусе? Только мусульманам они навредили. И любое действие, которое было ими предпринято на территории Европы или других стран, все эти действия приводили к вреду для этой умы. Для людей, проживающих здесь в Европе, просто не оценить, сколько вреда они нанесли. Каждая их акция, каждый их террористический акт оборачивался какими-то репрессиями в отношении мусульман. Они отворачивали людей от мусульман, они показывали, вместо того, чтобы показывать хороший красивый пример, ведь первый метод даавата распространения ислама, это красивый пример. Когда немусульмане смотрят на мусульман, и им хочется быть такими, потому что они видят очень красивый пример. Им хочется подражать, им хочется быть такими. Таков был изначально даават, когда ислам появился. Но когда немусульмане видят вот эти зверства, творимые этими адептами игиловскими против обычных, ни в чем не повинных людей. Интересно, у кого из немусульман возникнет такое желание быть похожими на это зверео? У кого? Вот, например, вот этот чувак, который убил в Брюсселе двух граждан Швеции. Просто обычных двух болельщиков футбольных. Ни к чему не причастных, не имеющих никакого отношения, ни к каким организациям или, я не знаю, армиям, которые бы там воевали с кем-либо в этом мире. Понимаете, просто были два человека, приехали в Брюссель посмотреть, как играет сборная Швеции по футболу. Этот чувак убил этих двух граждан Швеции, при этом все это снабдив там обильно какими-то религиозными лозунгами. Потом сам был пристрелен в одной из кафешек там, видимо, проголодался, всю ночь ездил на этом мопеде по Брюсселю, его нигде не могли поймать. В итоге, видимо, уже проголодался, зашел поесть кебаб, там был застан и убит. Вот кто посмотрит в Европе на этого фанатика, дикаря и скажет, какая красивая религия, какой красивый пример. Кто уверует, увидев такого человека. Поэтому такие явления, это можно продолжать бесконечно. Как они давили, допустим, ни в чем не в военных людей, собравшихся для празднования каких-нибудь там праздников местных. Они в Стокгольме ни в чем не в военных людей давили, в Ницце ни в чем не в военных людей давили, в Германии на ярмарках. То есть все вот эти преступления, которые совершались, из-за которых брала на себя ответственность, эта юридическая организация гордилась этими акциями. Каков результат? Кто пострадал от этих акций? Пострадали мусульмане. Потому что люди, проживающие в этих странах, не мусульмане, увидев это, они только отвернулись от ислама. Сейчас нет, мы не представляем себе, каким образом можно вести, допустим, и те, кто, будучи, живя в этих странах, являясь гражданами этих стран, допустим, являются мусульманами. Они, когда они пытаются говорить, например, с не мусульманами об исламе, им сразу же показывают вот эти вот, указывают на эти примеры, этих зверств, зверств, которые были совершены от имени ислама. И нам приходится просто объяснять, что нет, это не ислам. Какой вред они нанесли этими действиями мусульманам, это просто не описать. Субтитры создавал DimaTorzok